Добрый день, уважаемые пациенты, сегодня мы с вами рассмотрим случай покраснения уретры после секса. Действительно часто к нам обращаются мужчины с покраснением уретры после интимной жизни, буквально на следующий день, через сутки-двое, после случайного полового контакта или после контакта со знакомой, но когда они не имеют с ней контактов постоянных, а это такой со знакомой, но полуслучайный контакт, то развивается зуд сжения покраснений уретры. Вы можете видеть на картинке мужчину, который пришел с жалобами на подобные процессы. С точки зрения свежего заражения именно половыми инфекциями, за исключением гонореи, трихомониаза, крайне редко быстро от половых инфекций появляются высыпания, выделения, жжения, зуды и так далее. Все-таки хламидия, мекоплазма, уреоплазма, да и гонорея свойственны были длительный период времени на инкубацию, то есть на бессимптомный период после секса. И, как правило, подобные уретриты носят наиболее часто бактериальный, чуть реже грибковый характер, когда, соответственно, во-первых, поступают новые бактерии, новые бактерии влагалища, а часто и не только влагалища, но и рта, ануса, где есть достаточно агрессивная флора, которая, соответственно, не соответствует мужской флоре. Второе. При контакте с непостоянным половым партнершей происходит резкий всплеск морских гормонов, ибо до 30% тестостерона нас вырабатывается у мужчин на фоне того, что мужчина, допустим, видит женщину, трогает ее и так далее, то есть на основании тактильных эмоциональных переживаний, то есть тестостерон очень зависимый его уровень от непосредственного чувства влюбленности у мужчины. И плюс к этому все это вместе с эмоциями способствует тому, что открываются даже в пожилом возрасте такие вот застарелые очаги воспаления, осумкованные, в том числе в простате. Кроме того, сама сперма является такой аллергизирующей субстанцией не зря, скажем так, яички вынесены на периферию организма, они находятся не в самом организме, а в мошонке. Этому способствует не только то, что для созревания сперматозудов нужна была более низкая температура, но и антигенный состав спермы, он является раздражающим действием на мужскую уретру. И иногда при многочисленных контактах, допустим, происходит и просто воспаление уретры от многочисленных проникновений туда спермы. Соответственно, все это вкупе, бактериальный состав, возможно, какие-то спящие половые инфекции, микоплазму, реоплазму, повышенная выработка секретов простаты, секреты семенных пузырьков, секреты, так сказать, вот этих вот секретов, которые являются основой спермы, потому что сами сперматозудов крайне немного, и происходит такое воспаление, что резко пугает мужчину. Что здесь в этом случае нужно делать? Ну, первое, конечно, взять анализ, взять анализ на половые инфекции, так и на бактерии и так далее. У данного мужчины мы, опять же, обнаружили луриоплазму, которая, вполне возможно, и давно у него, возможно, и недавно, но явно не может быть причиной такого резкого усиления, более через полтора суток примерно, от момента секса. Второе, мы обнаружили бактерии, естественно, но что делать мужчинам до того, как, соответственно, придут анализы? В этом случае назначаются инъекционные обязательно антибиотики. Чаще всего это антибиотики широкого спектра действий типа фторхиналонов, например, левофлоксоцинодревенно, да? Часто мы его комбинируем с ферментами по типу лангидазы. В таких острых явлениях нужно также противовоспалительные вещи, например, тот же самый вольтарен, в виде свечей, да? Ну, в общем-то, и, естественно, что пока, вот, когда уретра такая красная, то я бы не рекомендовал делать какие-то промывания. Что в этом случае мы делаем? Мы делаем электрофорез сначала, да, электрофорез с точки зрения непосредственно проникновения веществ, этих же антибиотиков, тоже очень хорошим. Мы делаем это как местное лечение, да, местное лечение, аналог не той же самой инстилляции, да? Для этого один тампон ванна вставляется, да, другой мы чаще всего накладываем либо на лобок, либо даже на сам член, и, соответственно, непосредственно проходит электрофорез, тех же самых антибиотиков, ферментов, противовоспалительных веществ, которые поступают и посредством электрофореза, и провода, в том числе, подобных веществ в лимфатические узлы, которые в большом количестве находятся в области кишечника. Поэтому вот с этого начинается лечение подобного пациента. Что делается потом? Потом, соответственно, уже подходят анализы. Если нужно, то меняется антибиотика непосредственно на тот, что чувствительны, вот эти бактерии, раз, подключаются, после снятия острого воспаления, уже промывания канала, и постепенно мы переводим мужчину через 7-10 дней уже на таблеточки, да, на таблеточки, так любимые всеми врачами таблеточниками, пациентами и так далее. Вот в случае острого такого воспаления ни в коем случае нельзя начинать с таблеток, да, нужно начинать с инъекций, раз, желательно добавлять также противогрибковые препараты, да, ну, хотя бы внутрь, желательно, соответственно, туда также метроги внутривенно вводить вместе с тем же самым антибиотиком. Вот такое лечение показано у данного пациента, да, у данных группы пациентов, и что происходит при назначении просто таблеток без всяких промываний и прочего-прочего, того, что я перечислил выше. Ну, во-первых, происходит, соответственно, хронизация процесса, и это как раз поддерживает те самые хронические уротриты, которые развиваются после подобных процессов очень и очень часто. Именно они являются толчком к хроническому простатиту у мужчин, да, вот это у повального лечения таблетированными лекарственными препаратами. Поэтому лечение подобных обострений, допустим, хронических уротритов или хронических простатитов, в том числе бактериальных, должно и содержать антибиотики, в том числе действующие на выделенную флору, на половые инфекции, должно содержать и инстилляцию в уретру, должно непосредственно содержать и непосредственно те препараты, которые воздействуют на то же самое бескислородную флору, особенно если она выявлена в бакпосеве. Это, например, то же самое метрогил, сначала внутривенно, потом в виде таблетированных препаратов и так далее. Поэтому вот такое комплексное лечение как раз приводит пациента к отсутствию последующих простатитов, последующих уротритов, которые очень часто случаются при ну вот таком безответственном, я бы сказал, назначении таблеток, особенно когда пациенту не проводят никакие анализы, допустим, в поликлинике или где-то еще. При необходимости диагностики и лечения речных высыпаний в области половых органов, а также поражения уретрии, в том числе половыми инфекциями, вы можете обратиться к венерологам-урологам нашего медицинского центра Платной КВД в Москве. Нас примет грамотный специалист, который занимается диагностикой и лечением подобных заболеваний. Также смотрите и другие случаи фотографии в более хорошем качестве на нашем сайте в разделе клинических случаев. Спасибо за внимание.